день добрый друзья с вами доф долго не снимали видео были кое-какие проблемы все возобновляется снова начинаем снимать появилось много новых моделей вот одна из них которые сегодня нам принесли на ремонт lg g3 с разбитым дисплейным модулем включаем телефон включается он здесь сзади крышку крышки нету принесли нам без крышки серьезного падения у телефона включился телефон помимо дисплейного модуля вот видите помялась металлическая рамка здесь вот по бокам тоже видите да дисплей просвечивается немного то есть в дребезги разбитый модуль менять мы с вами будем дисплейный модуль мы заказали видите да в сборе с рамкой это оригинальный модуль вот идет рамка дисплей и стекло сборе меняется это несложно не обязательно нести все это дело сервисный центр если вы закажете такой же модуль вы можете поменять его сами сборный модуль я имею ввиду можно еще заказать отдельно другой дисплейный модуль это стекло с экраном там уже будет все это посложнее вам понадобится термофен вот поэтому если не хотите переплачивать заказывайте вот такой он дороже всего лишь на 10 евро по моему сейчас уже не помню видите защитный пластик здесь вот на верхнем динамике передние камеры и так давайте разберем телефон выключить я думаю у нас сам его не получится потому что непонятно нажимать здесь вытаскиваем батарею разбираем смартфон снимаем заднюю рамку он состоит из двух частей из нижней вот этой вот видите она такая глянцевая и верхняя матовая снимаем болты практически у нас все одинаковые за исключением одного сейчас я вам покажу какого болтик немножко другая шляпка на прямая в отличие от всех остальных округлых он немного короче всех остальных поэтому совсем немного короче положите его сторону не путайте с остальными снимаем вот и вот и 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 уникальный дизайн имеет 4 ядерный процессор два с половиной гигагерц частотой вот она мантовая верхняя рамка глянцевая нижняя здесь находится нижний модуль нижний динамик говорите поднимем немножко вверх то есть дисплейный модуль но увидите имеете имеет немного другой цвет клиент был об этом конечно предупрежден то есть внизу вот это вот рамка где написано где находится название бренда да у нас белый видите белый металлик в отличие от оригинального здесь у нас серый металлик клиент был не против поэтому меняем именно на белый остегиваем разъемы нижние разъем камеры разъем передней камеры снимаем материнку очень сложную снимаем виброзвонок с этой стороны желательно ведь вот здесь такой паз есть на сюда удобно его снимать он сидит на скотче таким образом убираем в сторону камера основная аккуратно с этой стороны то же самое видите здесь паз такой сюда вставляем аккуратно соединяем камеру драйверами передняя камера у нас здесь вот находится аккуратно соединяем в сторону верхний динамик снимаем так смотрим гнездо зарядки здесь у нас находится защитный пластик тоже самое обираем его в сторону гнездо зарядки в принципе этот пластик можно было не снимать я только что посмотрел что но он дисплейный модуль его имеет уже поэтому можно его не снимать соединили нижний модуль вот здесь больше ничего не осталось и так переставляем все на новый дисплейный модуль тэнная составляющая защитный пластик приклеиваем разъемы шлейф разъемов тачскрина и дисплея на свое место далее пластик камера снимаем вибро звонка верхняя динамика камеры передней обратите внимание резинка датчика стоит здесь обращайте внимание на эти мелочи пыльник тоже стоит все стоит здесь как видите тоже верхнего динамика здесь резиночка тоже видим стоит обращайте внимание на все эти мелочи достаточно пропустить что-нибудь уже будет не так это гнездо зарядки ставим на место держится у нас на двусторонним скотчем динамик верхней камеры гиброзвонок на свое место пазы вставили переднюю камеру вставляем вставляем материнку в пазы застегиваем камеру основную переднюю дисплейный модуль тач стекло далее вставляем нижнюю рамку перед закручиванием давайте сначала проверим дисплейный модуль вставляем батарею нажимаем на кнопку включения загорелся бренд нужно закручивать звуковые рефлексы лжи сгут давайте для нас самое первое закрутим тот самый мелкий болт который от всех отличается металлическую серебристую рамку основной камеры и все остальные болты которые мы сняли просто закручивайте в свои отверстия в принципе телефон готов проверим тач все работает как видите совсем просто еще раз повторюсь не обязательно нести всю эту конструкцию сервисный центр чтоб помимо стоимости дисплея с вас еще взяли за работу и я так думаю взяли бы немало достаточно все сделать своими руками для этого нужно просто заказать такой же дисплейный модуль соответствующего цвета заказываем мы дисплей очень часто задают вопросы берем на ebay можете заказать на alibay достаточно хорошие достаточно хорошего качества можно заказать дисплей вот хочу отметить что дисплей и дисплей вообще дисплейные модуля на LG очень качественные они наверное из самых лучших которые мы меняем потому что очень много достаточно много проблем бывают дисплейными модулями на айфоны которые собираются в Европе причем собираются в любой стране не только в Китае вот также много достаточно проблем бывает с дисплейными модулями на Galaxy а вот именно на LG почему-то очень качественные и меньше всего проблем у нас бывает именно с ними итак друзья всем спасибо за внимание с вами был ДОВ ждите наше новое видео я думаю так больше долго пропадать так долго не будем вот забыл забыл переклеить вот эту вот пломбу пластиковую давайте отключим телефон еще раз включаем телефон переклеивается она просто нагреваем термофеном снимаем ее такой вот металлической лопаткой и переставляем сюда то есть метка есть угловая такая вот и все всем спасибо за внимание друзья с вами был ДОВ только что мы с вами поменяли на последней модели дисплейный модуль LG G3 удачного дня всем до свидания